После окончания Холодной войны и распада Советского Союза, Североатлантический альянс НАТО пообещал, что ни на дюйм не продвинется на восток. Но, разумеется, как только была распущена организация Варшавского договора, альянс немедленно начал строить планы, нарушавшие данные обещания. В результате американское влияние и военная мощь буквально хлынули на восток. Проводником этого процесса стала развязанная Америкой война в Югославии. Бомбардировки Боснии в 1994 году и Сербии в 1999. Обе эти операции на самом деле затеивались ради расширения НАТО, ради включения в альянс именно тех стран, куда военно-политический блок обещал не соваться. На сегодняшний день членами альянса являются 9 государств Восточной Европы и Балканского полуострова, а также 3 республики бывшего Советского Союза. План Запада относительно Украины изначально опирался на использование санкций, и политического давления, а также на дестабилизацию экономики с целью захвата власти в стране военным путем. Эта операция также явно преследовала цель удаления из Крыма российской военно-морской базы и вообще российского военного присутствия. Ведь если бы Украина стала членом НАТО, это автоматически означало бы конец присутствия российского флота в Крыму. Так что мы имеем дело со спланированными действиями со стороны США. Причем этот план включал введение санкций, экономическую дестабилизацию, а также вооружение фашистских и ультраправых группировок. ...of fascист and right-wing groupings.